В эти минуты в Кривлёвском дворце награждают российских выпускников. Там проходит бал, куда приехали несколько тысяч вчерашних школьников, причем не только из Москвы, но и из других регионов страны. Церемония началась в пять вечера в Александровском саду, а потом переместилась в парк Горького. На торжествах весь день работает наш корреспондент Евгений Пресс, и он сейчас выходит с нами на прямую связь. Женя, здравствуй. Рассказываю, началось ли уже награждение? Да, самый главный выпускной бал страны уже в самом разгаре. Он идет больше пяти часов. И начался, как вы правильно сказали, в Александровском саду. Выпускники возложили цветы к могиле неизвестного солдата. А потом переместился праздник сюда, в Кремлевский дворец, где для выпускников, как для самых настоящих звезд шоу-бизнеса, расстелили красную ковровую дорожку. Я предлагаю посмотреть, как это было. Ребята, сначала школа. 498. Москва. И все. Кучкина Екатерина. Это замечательная сатветочка. Выпускники 2014 мы вращаем к себе. Немного расскажу о самой премии. Выпускник года. Она вручается уже четвертый раз в шести номинациях. Это и классная-классная, и отборная-сборная. Школьникам достаточно сочинить и снять про себя видеопрезентацию, разместить ее в интернете. И в интернете же проходит голосование. Через несколько минут должны стать известны имена принца и принцессы балла. А вот так, например, была вручена премия «Творец года». Остается добавить, что где-то через час концерт заканчивается, и выпускники пойдут на Красную площадь. Единственный раз в году. И только для них Никольская башня откроет свои ворота. А ровно в полночь над Красной площадью в честь них прогремит праздничный салют. Екатерина. Спасибо большое, Жень. Я напомню, это был Евгений Пресс, который находится у здания Кремля, где проходят выпускные вечера.